Добрый день, дорогие друзья, сегодня в своем видеоролике я расскажу вам о судьбе и творчестве Семена Фарады, советском и российском актере театра и кино, народном артисте Российской Федерации. Его называли одним из лучших комиков Советского Союза. Семен Фердман, известный нам всем как Семен Фарада, родился 31 декабря 1933 года в селе Никольское Московской области, в интеллигентной семье выходцев из Украины. Отец был военным снабженцем наркомата лесной промышленности, а мама трудилась фармацевтом. После увольнения отца из наркомата в 1948 году, во время борьбы с космополитизмом, его, уже в звании майора, перевели на периферийную военную базу в Ярославле, где он и умер в 1952 году в возрасте 40 лет от язвы желудка. После отъезда мужа в Ярославль мать одна воспитывала двоих детей, Семена и его сестру Евгению. В средней школе Семен учился очень хорошо. Окончил ее золотой медалью, занимался футболом, участвовал в театральных кружках. Но о поступлении Семена в театральный вуз не могло быть и речи. В семье военного сын должен учиться в военном училище, таково было мнение родителей. Он подал документы в военную академию бронетанковых войск имени Сталина и получил отказ. Семен стал студентом факультета энергомашиностроения Московского высшего технического училища имени Баумана. Через три года учебы в институте был призван на воинскую службу в краснознаменный Балтийский флот в городе Балтийск Калининградской области, где прослужил четыре года. После окончания института Семен Львович семь лет работал по профессии, инженером-механиком по котельным установкам, в Министерстве энергетики и электрификации СССР, в это же время занимался в эстрадно-театральной студии «Наш дом» в Доме культуры гуманитарных факультетов МГУ на Моховой. После ее закрытия трудился в Москонцерте, где стал дипломантом конкурса эстрадных артистов. Несмотря на талант и огромную тягу к театру, за всю свою жизнь Фарада, так нигде и не учился актерскому мастерству. Первым опытом работы Семена на телевидении стала детская образовательная телевизионная программа АБВГ Дейка, в которой он играл грустного клоуна Синю. В начале 1970-х годов этот персонаж принес актеру первую настоящую популярность. Дебютировал Семен Фердман в кино в 1967 году, сыграв эпизодическую роль туриста в фильме «Каникулы в каменном веке». В 1971 году в титрах фильма «Вперед, гвардейцы». Решено было поменять неблагозвучную, по мнению руководства картины, фамилию Фердман на псевдоним Фарада. Позже он официально сменил свою фамилию в гражданском паспорте и в других личных документах. В 1970-1971 годах Семен Львович — артист эстрады, в 1972 году режиссер Юрий Любимов пригласил его, не имеющего актерского образования, на работу в Московский театр драмы и комедии на Таганке, на сцене которого актер прослужил три десятилетия. Известными стали яркие роли актера — тромбонист в комедии «Гараж» и главнокомандующий в трагикомедии тот самый Мюнхгаузен. С тех пор комедийный талант Фарады стал пользоваться большим спросом. В 1980-х кинокарьера артиста стремительно набирает обороты. «Будьте моим мужем», — дом, который построил Свифт Чародеев, «Формулы любви», где Семен Фарада, в дуэте с Александром Абдуловым превратились в любимцев всей кинопублики Советского Союза. Во второй половине 1980-х поклонники таланта Семена Фарады видели любимого комедианта в картинах «После дождичка в четверг», «Миллион в брачной корзине», «Человек с бульвара капуцинов», «Пречувствие любви» и «Убить дракона». Роли артиста в названных лентах не главные, но кажется, без него эти фильмы потеряли бы очень много. Сам актер одной из лучших своих работ в кино считал серьезную драматическую роль доброго пожилого Портнова в лирической комедии «Попугай, говорящей на идиш». В начале 90-х ситуация в стране изменилась, и многим замечательным актерам пришлось сниматься не в самых лучших фильмах. Для Семена Львовича такими картинами стали «Русское чудо» и «Русский бизнес». За 33 года работы в кинематографе «Мастер киноэпизода» снялся в 130 фильмах. С 1996 года Семен Фарада возглавлял актерский клуб «100 ролей» имени Николая Крючкова. В середине 1970-х Семен Фарада в театре на Таганке встретил женщину, которая оказалась главной в его жизни. Мария Полицимака — актриса, в то время она была замужней дамой. Сам Семен Львович на момент встречи тоже был несвободен. В его багаже было два брака, но это не остановило пылкого артиста. Мария тоже не смогла устоять перед напором и невероятным обаянием молодого артиста. Сын Михаил — российский актер театра и кино. В 1988 году у актера начались проблемы с сердцем, ему был поставлен искусственный сердечный клапан. В июне 2000 года после похорон своего лучшего друга, писателя Григория Горина, Семен Львович перенес обширный инсульт, повлекший за собой нарушение речи. На протяжении девяти лет тяжелой болезни за актером ухаживала супруга Мария Полицимака и сын Михаил. Вечером 20 августа 2009 года после тяжелой продолжительной болезни Семен Фарада, кончался на 76-м году жизни в госпитале имени Вишневского в Москве.